Ну, понимаете, в Сирию, в операцию против Сирии вложены большие деньги. И вложился оборонно-промышленный комплекс, и углеводородные вот эти компании, финансовый капитал вложился, спецслужбы вложились туда, и вдруг вот такая осечка. Поэтому, естественно, сейчас будут делать, ну, как бы по двум направлениям ведется работа. С одной стороны, значит, каким-то образом вернуть затраченные деньги. Ну, вот Саудовская Аравия, там некоторые лица признавались, что 18 миллиардов долларов потратили. Вот будут пытаться как-то вернуть эти деньги. А с другой стороны, спецслужбы и вот эти вот силы, так сказать, политического, что ли, характера, они будут мстить. И поэтому вот срывается конференция в Женеве-2. Вот. Поэтому сегодня разъязана охота на Башара Асада, потому что последствия прекрасно понимают, что Башар Асад, выйдя он из этой ситуации победителем, он станет лидером, вот таким признанным народами, лидером арабского мира. Сирия станет вот этим ядром арабского мира. Вот. И Сирия станет самым надежным союзником России, Китая, Ирана вот на этом, в этом регионе. Вот. Поэтому, естественно, война против Сирии будет вестись вот самыми различными способами, средствами и способами. Вот. Так что не закончилось. Война не закончилась. Но я все же вижу, что вот этот процесс идет в правильном отношении. Здесь России только не нужно действовать, как гулящая девка. Вот. Заняли линию с соблюдением, строгое усыплением международных норм, положения устава ООН. Нам нужно идти. Никакая торговля здесь невозможна просто. Она преступна. Если мы торгуем нормами международного права, значит, мы торгуем и собственными национальными интересами.